Добрый день, друзья. С вами прогноз погоды с братцем Ву. Вы видите, я стою на фоне карты и буду рассказывать, как будут двигаться воздушные потоки и куда они придут. Нет, на самом деле, это большая шутка. Всё, была небольшая шутка, хорошо. Большая шутка это была бы, если бы я это изображал дольше, чем 10 секунд. Рассказывать я сегодня буду о том, что такое карты в настольных ролевых кампейнах, зачем они нужны и как их делать. И со мной сегодня помогать мне будет Дима Дардимон. Привет, Дим. Привет. Всем привет. Чем Дима знаменит? Тем, что он нарисовал вот эту вот карту, которая находится прямо у меня за спиной. Это карта для первого кампейна, который был у меня полностью записан для канала, который назывался «Игры тёмных богов» 10 лет назад. И сейчас он снова выходит в ремастере с восстановленным звуком, искусственным интеллектом восстановленным, с улучшенной картинкой. Так что это не новое видео. Там кто-то в комментах писал, что типа Вут охренел там совсем уже. Вот как 10 лет назад делал, так и делаешь. Давай уже какие-то нововведения технические вводи. Нет, не совсем так. Это видео старое, просто с восстановленным звуком. Я сейчас себя сделаю поменьше, чтобы карты было побольше. Так вот, этой карте уже 10 лет. Вот так будет, наверное, нормально. Этой карте уже 10 лет, и она делалась для того, чтобы в ней провести тот самый кампейн, где наши приключенцы, очнувшись после того, как их захватили в плен в горах, должны были двигаться через горы, вот здесь отмеченных путь, должны были пройти подземельями гор и выйти в государство Тоналия, где они там приключались благополучно. Не буду спойлерить, что там дальше было. Дима нам эту карту благополучно нарисовал. С ним мы познакомились, когда он победил у нас в конкурсе на рисовании каких-то комиксов для барсука. Кат, уже помнишь, что у тебя было нарисовано, Дим? Ну что, по-моему, там был чуть ли не логотип нарисованный в виде чела, который бегает от костей. А, так это ты рисовал этот логотип, да? 11-гран. Ну, получается так. Почта, он у меня до сих пор где-то лежит. Я помню, что я его сам тоже рисовал, но я потом вспомнил, что я его не рисовал, я его только оцифровывал в вектор, чтобы его можно было растать делать. Ну, кстати, логотип прикольный. Это как Диндиана Джонс, у меня был такой логотип, как пешечка такая бежит от катящейся двадцатигранной кости. Очень прикольный логотипчик. Вот, и Дима нам эту карту нарисовал тогда. Он рисовал эту карту по моим заметкам. Свои заметки я впервые начал делать еще в 2001 году, после того, как познакомился с побережьем мечей, с World Coast. Где я мог с этим познакомиться? В играх Baldur's Gate, во-первых, но там карта не очень подробная, не такая большая. И, во-вторых, тогда уже попадались редкие мануалы в интернете с побережьем мечей на английском языке. Меня это очень впечатлило. Трехсотстраничные там какие-то такие талмуды использовать, которые я, конечно же, не стал, потому что тогда как-то PDF-ки использовать было неудобно, планшетов не было, с экрана это все читать. К тому же на английском как-то совсем было плохо. Я решил перерисовать все, как мне больше нравится. Поэтому здесь некоторые узнаваемые объекты мы видим. Например, вот это вот дерево по центру находящееся. Это Neverwinter, такой местный, где эльфы живут, которое незамерзающее место из-за теплых источников. И там выросло огромное дерево. Потом вот это побережье мы здесь узнаем. Вот если бы это было с World Coast, там наверху было бы у нас Icewind Dale. Вот. И, собственно, я эту карту создал для того, чтобы мои приключенцы могли приключаться. И так они участвовали в кризисе и в противостоянии между двумя государствами, которое называется внизу Левадия, а сверху Таналия. Здесь шрифт такой у меня не очень удачно выбран, не все читается. Вот. Мне нужно было показать, почему именно на них лежала большая роль в решении проблемы этих двух государств. Потому что они не могли столкнуться напрямую в военном противостоянии как раз из-за того, что у них я горы проложил между ними. И поэтому из-за того, что горы не позволяли столкнуться этим двум государствам в военном столкновении, они там использовали свои методы, в которых и были у нас приключенцы замешаны. Опять-таки не буду спойлерить. Посмотрите на канале, очень интересное приключение, очень классное. Там, не знаю, сколько часов, там 20, наверное. Очень хорошее. Вот. И поэтому я между ними проложил горы. Если посмотреть в целом на карту, то мы увидим, что здесь географические названия я отталкивался от того, какие у меня народности жили. Вот здесь в этом месте жили кто-то похожий на викингов. Поэтому это Рейнмор, Стормварн, Форваль и так далее. Такие нордические имена. Вот в этом месте жили у нас кто-то похожие на таких европейцы средней полосы плюс Англии. Видите, здесь Бидуркросс, Спрингмор, Таллинор. Это что такое, типа Таллина. Лиденрот какой-то здесь. А если выше, то там жили эльфы. Поэтому мы видим Аритреи, Нор-Элен. А само гусас называлось Эдендар. Так что звучание ясно, я бы хотел сделать около эльфийские. А вот здесь жили малые народы у меня. Поэтому это город Нипплхилл, Вистхилл, Содхилл, Изделл и так далее. И этот Ньюфорс, это было место, куда они приселились. Солдфорста, который там был изуродован какими-то магическими войнами. И, видимо, поэтому здесь Дима нарисовал такие вот странные реки. Да, Дима? Ну, видимо, поэтому. Или это искусственные каналы ирригации. Здесь рейтинг, да, которые странно так впадают друг в друга, выпадают друг из друга. Но в целом это не важно, потому что мы все равно не собирались приключаться там в тех местах. У меня был план только вот на вот здесь Монте-Лир. Это место, где они похожи, что это на незримый университет из Диск-Урлда. Там у меня маги жили. Так что в целом это отличная карта. Но мы с вами сегодня сделаем еще лучше. Мне в этом Дима поможет как художник. Начнем мы. Давайте перейдем на рекарты. Здесь, в принципе, об этом больше рассказывать нечего. Перейдем к тому, зачем нам, в принципе, нужна карта. Карта – это, во-первых, инструмент построения мира. Когда мы с вами рисуем карту, мы с вами играем уже в такую игру богов, в игру бога, потому что это очень интересный процесс самого создания мира целого, начиная с нуля, с чертежа. Потому что когда мы уже ведем кампейн какой-то, ведем какой-то сеттинг, ведем кампанию, мы с вами уже играем на совсем другом масштабе. А здесь это такая, как в Дворфорте сей эпоха легенд, когда еще создается мир. И вот на этом уровне создания мира уже вам могут прийти всякие разные интересные идеи. Зародиться у вас могут какие-то идеи конфликтов нации и рас, которые там существуют. И вот тут мы сразу перейдем к тому пункту, как можно рисовать карту. Мы будем говорить о том, что карту можно рисовать либо сверху вниз, либо снизу вверх. И когда я говорю сверху вниз или снизу вверх, я не имею в виду то, как это на листе нарисовано, или то, как это нарисовано по высоте и так далее, хотя это дальше тоже будет. И здесь имеется в виду снизу вверх или сверху вниз по идее. Что такое идея, идущая снизу вверх? Идея, идущая снизу вверх, это когда вы рисуете карту, исходя из тех мест, где у вас приключенцы побывали. То есть вы начали в небольшой деревушке, и вы как мастер пока знаете тоже только, как и ваши приключенцы, что здесь есть деревушка, рядом с ней какой-то лесок, рядом с ней какая-то пещера. И вот это ваши первые объекты на карте. К следующему приключению вы понимаете, что они пойдут дальше, поэтому вам нужно немного расширить карту, и вы рисуете соседние области. Потом к следующему приключению вы встретились с каким-то местным аристократом, и он рассказал о том, что есть взаимоотношения с какими-то другими государствами и так далее. То есть наши приключенцы, узнавая мир, параллельно помогают мастеру, и мастер для этого рисует карту. Это как раз рисование мира или карты снизу вверх. Если же вы хотите быть крутым гейм-дизайнером, который создает мир на много кампейнов, на много приключений, в том числе и для написания рассказов, ну как по сорт-косту, там все настолько подробно расписано, хоть рассказы пиши, хоть сеттинги вводи, хоть игры делай, все уже есть. Тогда вам подойдет создание мира сверху вниз. Это огромная, объемная работа, потому что вы сначала создаете мир в его взаимосвязях, а потом его уточняете уже на местах, насколько вам нужно. Мы с тобой сегодня, Дима, начнем рисовать нашу карту. Так, где у нас твой экранчик? А, вот он. Сейчас я тебя раскрою так, чтобы было видно. Ты у меня убежал немножко. Вот так. Так, ты тут? Да, конечно. Хорошо, просто что-то потерял. Сейчас. Вот, смотрите, здесь Дима подготовил холст. Вот, симпатичный. Даже на него вставил внизу печать. В принципе, такой холст подготовить несложно. Дима у нас пользуется программой Photoshop. Но, в принципе, какие программы-то можно для новичков посоветовать, где можно рисовать карту? Да, любой графический редактор. На самом деле, есть при великое множество. Photoshop – это самый используемый вообще везде, поэтому, скорее всего, вы будете использовать его. Даже несмотря на то, что он там платный, и для него лицензия нужна. Я знаешь, что я использую? Я использую Photopea. Это такой онлайн-аналог Photoshop. Пишется Photopea. Это как Photoshop, только весь онлайн. Там баннеры сбоку висят какие-то, но они мне совершенно не мешают. Зато Photoshop не надо. Да, ты знаешь такой? Нет, он пишется P.A. А, понял. Это как груша, что ли? Почти. Наверное, да. Вот так он пишется, Photopea. Наберете – найдете. Это если у вас Photoshop нет. Ну, а Photoshop, конечно, удобный инструмент. Но для рисования карты, я скажу, что в нем слишком много лишних, конечно, инструментов. Но они нужны для такого крутого художника, как Дима. Дима здесь, смотрите, сделал подложечку прикольную, чтобы она выглядела, как на старой бумаге. Потому что видели, что и предыдущая карта, она тоже была, как на старой бумаге. Так что технически, в принципе, можно рисовать отсюда. Есть еще различные онлайн-ресурсы для рисования карт. Их проблема в том, что там, если вы хотите шаг в сторону, какой-то уже сделать, там платные все эти шаги. И, честно говоря, такого вот классного рисования карт онлайн, к тому же бесплатного, я не знаю. Если вы поделитесь и знаете, то кидайте, пожалуйста, в комменты. Я пропущу там эти ссылочки, если будут. По-моему, они у меня не вырезаются автоматически. В общем, посмотрим. Кидайте, как минимум, хотя бы их название. Я думаю, у нас люди все в Гугле умеют искать. Так вот, продолжим. Зачем нужно рисование карты? Значит, создание мира – это понятно. Инструмент для погружения. Что это значит? Это значит, что если у вас мир такой, где ясно, что он не ограничивается вот здесь, в этом месте, а идет куда-то дальше, то вашим игрокам будет легче поверить в его достоверность. А если легче поверить в его достоверность, значит, легче отыгрывать и так далее. Далее это служит помощью в повествовании, поскольку географически разные наименования, они вам уже подскажут, где дальше приключения вести. Вам не нужно будет выдумывать из головы. Вы уже знаете, что у вас там есть какая-то деревушка, там есть какой-то городок, и вы уже можете из этого всего создать какую-то интересную историю. Спасибо, Дима, за оформление. Игрок погружается в мир. Тем не менее, да, тем не менее, хотел бы сразу посоветовать, на всякий случай, завести себе листик, в котором у вас будет написано 10 названий для каких-то деревушек в разной стилистике, и там 5 таверн, названий каких-нибудь. И как только вы будете, вам нужно встретить какую-то деревушку, таверну, постоялый двор. Вы берете любое, вычеркиваете его оттуда, а потом дополняете до этих 5, чтобы у вас всегда было что-то на выбор. Итак, мы с вами возьмемся за карту. Значит, смотрите, дальше у нас есть снова разделение подходов. Мы посмотрим, нужно нам на карте много моря или не нужно. Здесь карта может быть такой массированной картой суши, либо это карта, в которой есть море. Давай с тобой будем делать карту, в которой у нас есть моря. Мы с тобой сделаем, потому что в ней одну морскую цивилизацию. Так, хорошо, но как мне ее сделать лучше? Начинаем творчество. Значит, с чего начать? Рисуем сначала береговые линии в общих чертах. Вот как ты видишь береговые линии, так и рисуй. Давай у нас будет одно большое материковое, и что-то на острове будет расположено. Как ты их распределишь на карте, это уже будет твоя задумка. Если вы хотите... Пока Дима рисует... Да, если вы... Если вы хотите... Изначально сделать этот мир цивилизованным, то есть у него есть какие-то цивилизации, то вы можете сначала определиться с тем, что у вас на карте должно быть место для двух, трех, четырех цивилизаций. Вот у меня там, вы видели, сколько было? У меня там было раз, два, три, четыре, пять цивилизаций на карте. У каждой свое место. И все они каким-то образом взаимодействовали. Мы с вами, пожалуй, сделаем... Тоже сразу изначально в нашей задумке будет несколько цивилизаций государств, которые будут взаимодействовать. Сейчас Дима дорисует карту, и мы тогда с вами сделаем план, схему. Вот видите, Дима сначала нарисовал какие-то примитивы, а потом лишнее стирает и дополняет уже детальными. Правильно, Дим? Да. Все верно. Давай с тобой теперь... Ну, так... Да, откроем новый слой, и в нем нарисуем разноцветными... 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 Разноцветными чернилами нарисуем четыре цивилизации, которые у нас будут. Одна у нас будет морская цивилизация. Ну, нарисуй кораблик, например, красный. Нам нужно будет ее где-то расположить. Итак. Сделай сейчас просто как четыре... Да, логотипа на этом. Морская цивилизация у нас точно будет. Пусть она... Так, морская цивилизация... Давайте ее сразу назовем. Кто у нас у моря расположен? Не знаю, например, Португалия. Поэтому она будет называться... Португалия. Португалия – это неплохо. Интересный референс. Да, но она будет называться не Португалия. Пусть она называется Портия, например. Да. Одно у нас будет государство горное, в котором всякие гномы будут жить, пускай. Как назовешь? Есть у тебя идеи? Как гномы должны звучать? Ну, гномы должны звучать как-то жестко. Громы должны звучать как удары барабана. Бромбунг какой-нибудь там, да? Чего-нибудь. Хорошо. Пускай будет бромбунг. Бромбунг? Я вообще случайно сказал, ну пусть будет бромбунг. Но следующий точно ты будешь называть. Следующий у нас, давайте, будет государство, расположенное на равнинах. И пусть у него будут колоски, типа оно будет житницей такой. Нарисуй поле и колоски, да, не знаю, как что-нибудь. Вот еще, чтобы видно было. Да. Давай теперь, ты уже понял, как это делать, на какие референсы будем опираться на именование? Что тебе на ум приходит? Так, Монголия. Монголия, пусть туда будет Голия. Голия. Голия как-то звучит так немножечко, как страна голышей, ну ладно. Пусть будет Голия. И, наконец, третье государство. Давайте у нас, ты уже Монголию раз упомянул, третье государство будет государство кочевников. Так. Что у нас будет на логотипе? Кочевники. Кочевники, ну не знаю, даже. Пусть черного будет. Хорошо. Черный глаз пускай будет открытый, например. Ну, лошадь на логотипе, конечно же, потому что кочевники же. Да. Сразу вспоминаются какие-нибудь гунны. И пусть это будет государство... Унни, я не знаю. Унни пусть будет. Или Унна. Пусть будет Унна. Она вообще, типа, у них другой... У них вообще будет другой, типа, языковая семья. Поэтому это будет государство Унна. Да. Как Инна. Только Унна. Теперь мы можем здесь, смотрите, организовать с вами между ними отношения. Давайте у нас будет... Голия у нас будет поставлять зерно в портию и Бромбург, например. Стрелочки нарисуй. Так. Ну, давай. В портию и Бромбург идет зерно из Голии. Да. Портия занимается торговлей везде, по всем местам. Оно должно заходить в порты там и так далее. Портия торгует с Голией и Бромбургом. Так. То есть, это двусторонний обмен. Да. А Унна будет жить тем, что постоянно нападает на Голию и, например, на Бромбург. Хотя мы понимаем, что на Бромбург сложно нападать будет Унне, потому что Бромбург у нас в горах, и туда с конями будет сложно. Но они будут пытаться, по крайней мере, в всякие колонии их. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть уже четыре цивилизации, которые нам с вами нужно будет логично расположить на карте. А для этого эту карту надо бы сначала нарисовать. Можем пока это закрыть. И теперь вернемся к карте. Как дальше будем делать? По карте нам сначала нужно с вами определиться с распределением высот. Что это значит? Высота, это значит, что мы должны с вами отчертить те места, где у нас низины, уже понятно. Потому что самые низкие места у нас заполнены чем? Реками. В морями. В морями, да. Самые низкие места у нас сейчас заполнены водой. То есть у нас сейчас вот здесь в низинах находится море. Нам теперь нужно отметить горные гряды. Я предлагаю, знаешь, как сделать? Я предлагаю, чтобы у нас материк по центру разделялся горами на всякий случай. Не знаю зачем. Хотя нет, знаешь что? Мы давай с тобой горы сделаем идущими по низу. Вдоль нижней границы карты. Да, давай они будут здесь идти, и потом слева они у нас будут подниматься наверх. Вот так. Сейчас Дима рисует линию, по которой мы будем рисовать вершины гор. То есть это линия гор. Давай так нарисуй примерно. Это высокие места на нашей карте. Карта может быть, естественно, очень подробной. Мы будем рисовать не самые подробные для того, чтобы долго в это не углубляться. Да, вот смотрите, у нас тут появились уже какие-то горы. Давай у нас нижний левый край будет высокие горы. Там у нас будет база у этих гномов находиться. Вот здесь? Да, да. То есть мне эту гряду продлить его туда? Нет, нет, да, там просто еще гор дорисуй немножечко, и будет нормально. Это у нас самые высокие места. Мы видим, как эти горы, они здесь спускаются вниз. Спускаются вниз, и будут как в прогнозе погоды показывать. Эти горы спускаются вниз и переходят постепенно в море. И давай нарисуем большой вулкан по центру острова. Это будет интересная такая задумка для возможных сюжетных поворотов. Так, ну давай. Вот, смотрите, только... Да, вот такой пускай будет, хорошо. Значит, где у нас будет логично расположить цивилизацию, которая у нас кораблями занимается, как считаешь? Ну, я считаю, что цивилизации с кораблями нужен доступ к воде, как минимум. Максимально, да, причем. Наверное, на берегу моря или острова. Я предлагаю на острове сделать, потому что они, скорее всего, усиливали флот, ровно потому, что они только посредством флота и общаются. Так что мы с вами забиваем, что там у нас будет флот. Морское государство, которое называлось... Галлия у нас, да? Нет. Портия. Портия. У нас называлось, но пока мы его не будем-то вставлять. После гор нам с вами нужно и можно добавить реки. Какие у рек правила? Реки начинаются обычно выше и обычно впадают туда, где ниже. Поэтому у нас, скорее всего, давай нарисуем штучки три рек, которые будут идти у нас с нижних гор на север впадать. И одну большую реку, которая будет со стороны вулкана впадать вниз в море. Там мы как раз расположим порт основной нашей морской цивилизации. Так, давай. Итак, одна река, которая идет и впадает в море с нижних гор, правильно? Да. Зачем нам нужны горы? Да. Горы нам нужны, помимо того, чтобы в них жили гномы, они нам нужны для того, чтобы в горах у нас добывали потом всякие полезные ископаемые, в них жили всякие гоблины, всякие горские народы и так далее и тому подобное. Вот, смотрите, у нас здесь есть три... А давай две реки оставим достаточно. Две реки здесь оставим. Еще одну реку сделаем, которая у нас впадает с вулкана вниз. Течет. С вулканов редко какие реки текут, но тем не менее у нас это будет интересно сделать так, чтобы как будто это будет недействующий давно вулкан. Но что интересно, у нас, смотрите, сразу добавляются интересные идеи для водилок. У нас это недействующий вулкан, но он может проснуться там от чего-то, например. Вот, смотрите, у нас теперь появились реки. В чем основное правило рек? Как они рисуются? Они, во-первых, текут сверху вниз всегда. Во-вторых, они во что-то впадают. Да, нижнюю реку поделится, она какая-то прямая некрасивая. Они всегда во что-то впадают. И реки очень редко ветвятся. Обычно они собирают в себя разные более мелкие речушки. Так что можешь увеличить масштаб и к рекам... Две реки хватит, третью не надо. К рекам, да, можешь начать рисовать маленькие притоки, которые в них соединяются, приходя с гор и так далее. Сейчас Дима их нарисует. Давай парочки притоков буквально нарисуем. Вот так уже красиво, да, отлично. Отлично. И кто еще? Тоже пару притоков нарисуй. У рек часто там, где они впадают в море, бывает дельта. Дельта – это когда одна река распадается на несколько мелких рек, и там образуется такая болотистая местность. Но мы сейчас дельту нарисовать не будем, у нас так хорошо. Вот, смотрите, у нас есть уже теперь с вами горы, море, реки. У нас с вами уже есть все, что необходимо в плане перепадов высот. Можем нарисовать еще озеро где-нибудь между реками, ближе к горам. Правила по озерам такие, что они тоже занимают низкие места, поэтому они обычно будут рядом с горами, между горами. Поменьше его сделай. Да, отлично. Вот такое вот озерцо. В него можно тоже сделать... У нас единственная проблема, что у нас все одним цветом нарисовано, поэтому скоро у нас, мне кажется, все слипнется. Ну, мы можем это исправить в любой момент, на самом деле. Да, вот реки и эти озера, если синим сделаешь, будет вообще прекрасно. Чтобы мы не путались, что у нас здесь такое. Мы с вами сделали уже реки, моря, горы, водоемы. Отлично. Теперь мы с вами можем поговорить о климате, который здесь существует. Мы, например, можем решить, кто нам мешает, что это у нас не северное полушарие, а южное. Тогда у нас с вами будет холодно внизу, а тепло наверху. И если у нас есть здесь какой-то климат, то он, скорее всего, будет выглядеть так, что с массивов водных приходит ветер, приходят воздушные массы, которые напитаны влагой. И эти воздушные массы перед горами проливаются обильными дождями, поэтому перед горами могут быть хорошие такие леса. Мы их сейчас сильно подробно рисовать не будем. Все-таки синоптик прорывается постоянно. Да, да. Климат должен быть. А смотрите, так как у нас внизу север, а сверху юг, мы можем сделать так, что у нас зона вулкана, и за вулканом уже будет какая-нибудь вообще тропическая. И это нам необходимо, кстати, потому что мы сейчас перейдем к рисованию лесов зелененькими сначала образованиями. Что нам нужно для флота, как ты считаешь? Что обеспечивает большой и хороший флот? Много крестьян, чтобы они работали. Это хорошо, да. Но нам нужен еще лес. Нам нужен большой, хороший лес. Поэтому нарисуй. Давай начнем рисовать леса. И где-нибудь прямо под вулканом мы с тобой нарисуем один большой такой хороший лес, который у нас будет служить основным источником дерева для морской державы. А город у них прямо здесь уже наметим, что он будет в дельте реки находиться. Так. Ну, леса надо нарисовать, получается. Да. Расскажи, как рисовать леса заодно для начинающих художников. Так. Для начала не путаться в собственных слоях. Было бы неплохо. Вот. Потом... Побольше, побольше рисуй. Ну, смотри, оно будет такими ячейками. То есть, сначала мы рисуем несколько... Ну, делаем эту большую форму. В общем, ее можно сделать из простых примитивов. Например, кругов и еще что-то такое. И потом внутри этих примитивов... Так, сбросим прозрачность, чтобы видно было получше. Располагаем, собственно, намеки на деревья. Да, но ты все не заполняй, потому что у тебя есть еще кисточки примитивые на эти деревья. Ну, это уже... Да, можешь пощелкать. Это мы просто сейчас для того, чтобы удобнее было. Но вы это на самом деле так же все можете многополучно рисовать и от руки. Сами понимаете. Теперь у нас есть леса. Давай пока не будем их заполнять. Мы с тобой нарисуем, где еще у нас есть леса. Давай леса мы еще с тобой расположим внизу перед гора. Потому что можно представить, что там идет влажный воздух. Он выпадает обильными дождями. Да, вот так. Отлично. Только там у нас хотелось бы, чтобы были джунгли. Ну, ладно. Найдем что-нибудь когда-нибудь. Не суть важна. Давай перейдем вниз. Давай перейдем вниз и нарисуем еще хорошие реки и леса. Вот где река там начинается. И вот вплоть до низа озера. Пускай там будут леса эти. Так. Одну секунду. Потерялась у меня кисть. Ты уже понимаешь логику, да? Что я имею в виду? От озера. От озера. От озера налево. Налево под озером. И вплоть до начала. Да. Начало вот здесь. Много не зарисовывай. Нам здесь нужны будут поля. Это будет житница здесь находиться. Не рисуй. Здесь больше не надо лесов. О, так нормально? Да, да. Так нормально. Вот. Это вот будет леса. А сбоку, справа у нас с вами будут степи. И там можно болото нарисовать. Какое-нибудь небольшое. Для того, чтобы у нас тоже были интересные приключения. Степи нам... Да, ну пусть здесь будет небольшое болото. Для чего нам нужны степи? Потому что в степях у нас будут жить наши унны. Да, вот это там степи. Потом вот здесь по центру это будут плодородные поля. А слева это будут единственные... Пускай у нас давай для интереса сразу придумываем. У нас будет единственный гномий город, который стоит одновременно и в горах. А горы эти, они уходят прямо в море. И он стоит в горах у моря. Слева. Так, ну давай. То есть мы это горы дорисовываем. Да, да, да. И вот там прямо под горой стоит давай у нас гномий город, который одновременно служит портом защищенным. И с него есть вход в горы, где наши гномы живут. Хорошо, ну давай теперь используем все-таки подкладку talents. Давай. Давайте расположим столицу, раз уж мы начали. Здесь нарисуем на берегу гномию столицу. Поменьше так и сделай. Не-не, она должна быть прямо на берегу моря. Это же порт. У нас... Да, давай. Так. Можно гномия столица? Отлично. Вот смотрите, это у нас теперь гномия столица, которая можно даже чуть на гору посадить, чтобы было понятно, что она выходит прямо... Я себе представляю столицу, знаешь, это вот склон горы, который уходит прямо в море, и на этом склоне выбиты из камня массивные скульптуры гномов-стражей, и такими каскадами эта столица... Я тебе не прошу это рисовать сейчас, я тебе просто говорю, как я это представляю, такими каскадами внешними эта столица спускается прямо в море, где стоят корабли-гномии такие, знаете, приземистые, близкие к прямоугольникам по формам, и элегантные корабли нашей морской цивилизации, которая называется у нас портия. Да все, там ладно, хватит рисовать домов, достаточно. Можно было одним отметить. Давай теперь отметим, где у нас находится столица нашей житницы. Житница у нас находится вот здесь, да. И давай мы ей сделаем столицу, тоже где-то близко к дельте реки. Давай к правой. Вот правая река. Надо было, кстати, гномов рисовать. А? Вот так надо было гномов рисовать. Да, тоже можно было. Можешь то стереть, а это поставить, как хочешь. У нас гномы все равно еще будут гноми города где-то здесь. Ладно, ломать, строить, стереть, не нарисовать. Давай. Оно почему-то мне... Отлично. Тем, что оно не прозрачное, но вроде не будет. Отлично, отлично. Вот так пускай будет. Теперь давай нарисуем столицу в устье реки, которая справа у нас находится. Реки все, конечно же, можно потом назвать. У нас пока без названия. Только мы с вами определяем, как это все будет. Ищи, вот так, да, и ставь в устье. Так. И столько-то у нас тут. Усть, да. Устье, где впадает в море, да. Вот здесь, вот так, отлично, отлично. Вот там такая ставь. Прекрасно. Второй сможешь тереть. И теперь, если там есть какой-нибудь шатер такой в примитивах? Так, сейчас наделаю что-нибудь. Ну ладно, давай не ищи, ты быстрее нарисуешь. Давайте вот там внизу за болотами поставим шатер. Это у нас будет временный город наших кочевников, который можно себе представить как город, состоящий из палаток, который собирается, разбирается для того, чтобы со скотом кочевать туда-сюда. Он слишком близко к городу его поставил. Ну а сейчас мы это все подвинуем. Да, сделаю помельче и за болото туда убери. Да, куда-нибудь вот сюда. Они у нас спрятались подальше, чтобы их никто не трогал. Отлично, да. Сильно много там деталей не нужно. Даже на конников похоже, смотри, да. Как будто лошадки. Сейчас мы это исправим. Ну ты и говори, я так вот. Да, да. Итак, у нас с вами, смотрите, появились уже наметки этого фэнтезийного мира со своими фэнтезийными взаимосвязями. Мы с вами понимаем, что у нас есть государство, окруженное полями по центру, которое создает большое количество зерна, там, не знаю, мяса, и это все продает. У нас есть торговая цивилизация, которая вводит всякие, можно себе представить, раз они находятся в более жаркой среде, хоть и на юге, а на севере, потому что у нас южные полушария. Это у нас есть государство, которое занимается торговлей. Вот. И это государство занимается перевозкой грузов между всеми. У нас есть государство гномов, которое занимается рудами, эти рудами, эти руды поступают у нас по торговым путям и в государство портовое, и в государство, которое у нас житница, и также у нас есть государство, которое нападает на всех подряд. У нас есть, оно сейчас очень компактная карта, поэтому взаимосвязей не так много. У нас есть государство с вами этих уннов, которые занимаются постоянными набегами. Чувствуешь, да, как появляется жизнь уже в этом всем? Появляется какая-то история, какая-то взаимосвязь, взаимодействие. Да, история, она строится именно вокруг взаимодействий и конфликтов. И у нас здесь с вами уже наметились и взаимодействия, и определенного уровня конфликта. Мы, например, можем предположить, что гномы сейчас начинают вражду за богатые рудники, которые пытаются вот это среднее государство, там у них отвоевать где-нибудь на югах, а унны, они нападают на караваны торговые, все пытаются грабить, а портовое государство, оно так как обособлено, оно пытается править деньгами и флотом, высаживаясь периодически где-то, создавая свои колонии. В общем, в нем, в этом, в этой карте появляется жизнь. Теперь мы с вами, давайте проложим еще один элемент. Элемент этот будет называться дороги. А у нас с вами здесь взаимосвязей не так много, поэтому у нас, по сути, здесь только один или два тракта намечаются. Давай сделаем гномий город еще где-нибудь между озером и истоками рек в горах. Это будет у них какая-нибудь столица там, вход. Это был здесь, например. Чуть пониже, да. Может там нарисовать даже не столько город, сколько входы в пещеры, потому что это города, которые у них находятся уже в глубине. Или что нам это нужно, чтобы создать такую сеть трактов. Я расскажу немного, что такое дороги в данном мире. Они отличаются от наших дорог. Это не хайвэи. Это королевские тракты, за безопасность которых обычно отвечает тот властитель, который правит этими землями. Чем хороши дороги, что на них вы можете поставить много всяких точек интереса. Постоялые дворы, места, где меняют лошадей, места, где, например, проходят мимо рудников, туда могут подвозить небольшой городочек, который образовался вокруг торговли металлами и всякими драгоценными камнями ископаемыми. Так что давай как тракт отметим. Давай у нас тракт будет идти вот отсюда. Отсюда у нас тракт будет идти один в... Давай в Дельте реки еще один городок сделаем. Там у нас будет такая рассветленная. В Дельте реки у нас, так как цивилизации кончились, мы с вами здесь сделаем какой-нибудь независимый город по типу Венецианцев, Венеции, да, такой город, который город-государство, который занимается своими делами, занимается торговлей. Например, не знаю, банкиры, как помните были, помнишь, были железные острова, да, в этом, в Игре престолов, которые всем в долг давали. Железный банк. Да. Вот Венеция очень на это походит. Можно представить себе, что это государство расположено на маленьких островках в Дельте реки, которые из-за этого очень сложно взять, но они ничего не выращивают, они выращивают деньги тем, что суживают, дают в долг, покупают дешево, продают дорого и работают с, скажем так, векселями скорее, чем с реальными продуктами и реальными товарами. Продают страховку там, ну и так далее. Мы с вами такое сделали. Город-государство. И теперь, смотри, нам нужна сеть дорог, которая бы соединяла портовый город гномов с условной Венецией, Венецию со столицей гномов и столицу гномов, с государством Житницей, а также Житницу с государством с Венецией по сухопутной дороге, по сухому пути. Понял, да, как дорожки? Как ты их будешь рисовать? Мне интересно. Ну, давай. Ну, для начала это всё в скетч идёт. Так, создаётся новый слой. Теперь нам нужно эти тракты проложить. Допустим, они будут вот такие. Да, отлично. Так, теперь две дороги. Да, одна дорога отсюда, а вторая дорога пускай присоединяется вот там по краешку леса, она пускай идёт. Да, вот так. Вот так присоединяется здесь. И вот здесь, видите, сразу нам новые точки интереса возникают. Там, где сходятся дороги, это обычно point of interest для того, чтобы расположить ещё какие-то маленькие. Мы сейчас их не будем рисовать, да? Я просто рассказываю, чтобы расположить какие-нибудь маленькие населённые пункты, где сходятся три дороги. Уж там точно какая-нибудь таверна, может быть, даже городок, что-нибудь подобное. Можно дороги красным нарисовать. Давай. Чтобы они выделялись побольше. Давай, конечно. В общем, в общих чертах мы с вами уже создали мир. Здесь, дальше по этим дорогам вы можете расположить такие вещи, как форты, крепости, постоялые дворы, небольшие городочки, деревушки. Всегда думайте о том, что если это деревушка, то эта деревушка не просто должна быть деревушкой, а это реально должен быть форт. Для чего он нам нужен, Дима, как думаешь? Чтобы деревню защищать. Чтобы защищать, да. Потому что что значит держать землю? Держать землю значит держать гарнизон. Держать гарнизон значит он должен где-то укрываться. Поэтому не может быть одинокой деревушки, стоящей по центру между двумя городами, разделёнными тысячами километров. Если это ваши приключенцы встретят, они очень удивятся, и это, наверное, очень будет необычная какая-то деревушка. Так что здесь форты, они также проходят там, где есть конфликт интересов. Форты создают для того, чтобы защищать и представлять свои интересы где-нибудь. Например, то государство, которое занимается производством сельхозпродуктов, оно может построить форт рядом с горами для того, чтобы держать там свои шахты. И периодически у них там будут случаться какие-нибудь тёрки с гномами. А мы с тобой забыли ещё город сделать, где эти, где портия у нас, да? Да, это правда. Давай его тоже там поставим. Нужно как-то обозначить, что реки, море впадают. Да. Сейчас там такие водопады впадающие. Ну, схематично. Это всё, когда я вот рисую, я понимаю, что когда вы всё это придумаете до конца, вам придётся эту карту скорее всего перерисовать, чтобы она выглядела красиво, если вы это хотите. Потому что, когда ты изначально рисуешь по слоям, ты не можешь всё это учесть. Да, да, конечно. И получается нагромождение некоторое. Но карта, да, карта, она может быть, вообще можно никому и не показывать. То есть, просто если у ведущего игры эта карта будет под рукой, он всегда сможет нарисовать хоть от руки её, вот, её, ту версию, которая доступна сейчас для игроков. То есть, там, ближайшие 100 километров туда, 100 километров сюда. Какие у тебя интересные тут домики. Да, какие-то полумечети. Это что-то такое необычный дизайн им сделать, да? Раз они, типа, южный народ, в данном случае северный, из тёплых стран. Да, да, ну, интересное, да, интересное предложение. Сразу же уже рождается какой-то образ этой страны. Это не просто корабли, да, а такие вычурные корабли, украшенные резьбой, вязью какой-то а-ля арабской такой, да? Да, почему нет? Ну, либо у них везде лэб. Да, одно из двух. Теперь нам нужно добавить магии в этот мир, потому что это же фэнтези. Если бы это был, скажем, Fallout или постапокалипсис, или sci-fi, мы бы в него добавили фантастики, да? А сейчас нам с тобой нужно добавить магии. Что такое добавить магии? Почти, мало кто обращает внимание, но почти все фэнтезийные миры – это постапокалипсис. Просто это фэнтезийный постапокалипсис. Ты замечал, когда играл во всякие игры, что там фэнтезийные, что почти везде там есть какие-то подземелья, которые были построены какими-то древними расами, которые куда-то делись. И они делись обычно из-за того, что что-то страшное случилось. И сейчас уже так не умеют. Это правда, всякие две меры. Почти в каждой фэнтезийной игре вы найдете элементы постапокалипса, которые скажут вам о том, что раньше было лучше. А теперь стало так, как есть. Но зато осталось очень много всяких развалин и странных мест, которые наши приключенцы будут исследовать. Всякие данжи. Поэтому мы можем... Можно еще обносить, да? Да, да. Поэтому мы можем поместить на карты несколько древних руин. Мы их можем даже не описывать. Потому что очень может быть, что пока у нас в рамках нашего мира никакой информации не сохранилось о том, что там было. Говорят, что там какие-то странные руины. На них видели танцующие огоньки и так далее, и так далее. Это заставит наших игроков идти туда, а нашего мастера даст идею, как можно ему реализовать новые приключения для них. Это, смотрите, мы добавляем такой элемент, как руины, данжи, которые могут быть под руинами. Это могут быть заброшенные шахты какие-то, старые гноми и цивилизации. В общем, есть еще такое. У нас с вами карта здесь маленькая, поэтому много всего не добавишь. Но в целом я вам говорю, что это необходимо. А также мы можем добавить всякие волшебные элементы. Например, мы можем сделать какой-то парящий замок над жерлом вулкана. Что это такое? А вот теперь давайте проверим, насколько у нас Дима уже вошел в мир этот, насколько у него фантазия включилась. Что бы это могло быть, как ты считаешь? И наши игроки обязательно когда это увидят, они тоже говорят, что это такое? Ну смотри, если вот это парящий замок над вулканом, а вулкан это источник тепла серьезный, то пускай это будет древняя электростанция, огромный паровой котел, который там летал когда-то и генерировал им какую-то энергию, может быть электричество, может быть что-то еще. Или может быть там просто варили огромный суп, прекрасный. Великаны какие-то. Да, но с тех пор там никто не был, и поэтому никто не знает, что это такое. И вот теперь нужно садить экспедиции, чтобы понять, что это. И это, по-моему, целая новая компания теперь такая рождается. Сходить туда и посмотреть. Для этого нужно будет подняться по реке, пройти через джунгли, выйти к предгорьям этого вулкана, сразиться с какими-то огненными ящерами, которые там живут. Ну ты уже можешь себе представить это приключение, да? Конечно. Он, смотри, не просто парит, а у него еще и на цепях. Вот это прикольно. Это ты прикольно придумал. То есть у него это такой антигравитационный котел, который хочет все время взлететь вверх, да? Ну, конечно. Но ему цепи не дают. Можем придумать что-нибудь еще. Например, давай общую карту сейчас когда дорисуешь, включим и подумаем, что еще нам, какой-нибудь еще один элемент можно будет создать волшебный. Например, у нас на болоте будет дракон. Давай, вот там нарисуй иконку какую-нибудь типа дракона. Известно, что на болотах живет дракон. Объезжать приходится постоянно. Кочевников объезжать его постоянно приходится. А вот смотри, вот это ты считаешь, что объезжать, а я предлагаю сделать так, что почему-то по странной причине этот дракон не атакует этих кочевников. И может так казаться, что у этих кочевников есть какой-то с ними тайная связь с этим драконом. И этот дракон, они его почитают как бога, а он их почитает как своих кого, не знаю, кормильцев, паильцев, почитателей. Здесь уже можно дальше придумывать, что это за дракон. Может, он разумный, он сверхразумный, он неразумный, он потерявший разум. Можно себе придумать уже много чего. В общем, это дракон, который защищает наших кочевников. Надо как-то красиво нарисовать. Нарисуй. Красиво он тебя будет очень большим. Нарисуй, как есть. Вот мы с вами уже приходим к тому, что мы создали этот мир. Мы начали его создавать сверху вниз. Это значит, что мы его начали создавать с того, что мы придумали цивилизации, с того, что мы придумали у этих цивилизаций взаимоотношения. После этого мы с вами стали создавать географию этого мира. Мы разделили, где низкие места, где высокие. Это нам дало понять, как у нас ведет себя вода в этом мире, откуда она берется, куда она течет. Это нам позволило сделать озера. Потом мы добавили сюда климат. Климат нам позволил понять, где будут леса и прочие элементы. Потом мы с вами, исходя из того, что мы видим, расположили города, потому что города, они тоже подчиняются логике. Города обычно находятся, если вы в цивилизацию играли, для города лучше выбрать какое-то наилучшее место у реки, у реки, впадающей в море. Что-то, что обеспечивает хорошее положение этого города. И после того, как мы нарисовали города, мы с вами прочертили между ними дороги, для того, чтобы эти города могли сообщаться. Дороги нам подсказали, какие еще объекты здесь могут быть. И final touch, так сказать, финальное прикосновение этого всего. Мы с вами добавили магических элементов в виде... Вот сразу видно, что это фэнтезийная карта, а не деревня у бабушки. Потому что на ней есть какие-то странные элементы. Мы можем добавить какой-нибудь вечно крутящуюся... Например, давай еще добавим, знаешь, чего? В левый верхний угол вечно крутящуюся бурю. которая скрывает что-то. Корабли туда, если заходят, они пропадают. Я ксеноптик, только, знаешь, антициклон. Нужно найти слой с водой. Антициклон с женским именем. Просто как это, свирл такой, знаешь, делай. Как он выглядит. Мы с вами нарисовали карту, которую, в принципе, каждый из вас может нарисовать от руки. И чтобы понятно, как это рисуется, я вам дал необходимые общие вводные советы. Сейчас Дима закончит. Что ты, Дима, как художник, здесь можешь еще какие-то свои советы, tips and tricks, прежде чем мы закончили дать по карте. Зависит от того, насколько, какая цель в вашей карте. Если вы хотите для себя нарисовать эту карту, то просто рисуйте схему, как вам, как вам душа угодно будет, и это будет хорошо. Но вот, учитывая, что у нас хорошо получилась лэп-цивилизация, то не бойтесь экспериментировать и какие-то образы брать рандомные из любых предметов вокруг, что вам придет в голову. Нарисуйте не просто дом, а дом печенья или дом гитару, что угодно. И это... Чтобы фантазия заработала. Конечно, конечно. И потом ты уже смотришь на это, и там уже не просто дефолтная разметка городов, а что уже история какая-то фоновая закрадывается. А потом, если что-то можно перерисовать, не понравится. Отличный совет. Я еще один совет добавлю. Когда вы создаете вот такие цивилизации в взаимосвязях, это уже потом мы будем делать видео о том, как создать город-цивилизацию в ближайшее время. Я с Марком Маковеем буду делать видео, мы с ним договаривались тоже. Он будет рисовать какие-то свои наметки. Для того, чтобы создать живую город-цивилизацию, добавьте в нее пару конфликтов, один внутренний, один внешний. Внешний конфликт, это значит, что у нее есть проблемы с кем-то извне цивилизации. Ну, например, как, Дима, у нас вот у этих, у которых, хотел сказать, поляки, потому что на полях живут, которые в полях живут, у них какой внешний конфликт главный может быть здесь? Мало места. Внешний конфликт, ну, то, что у них нету каких-то технологий и условий, которые стационарные цивилизации. Ну, давай, да, давай у них будет внешний конфликт, это набеги. Да, вот, у них же нечем защититься, они же на равнинах живут, плодородных, а сбоку у них степи находятся, из которых набегают постоянно эти гады, которые называются уны. Внутренний конфликт, да. Да, все хорошо, я просто хочу поля нарисовать для нашего. Окей, только поля не в болотах, не в полянах, между озером и городом должны быть. да. Да, вот здесь. Внутренний конфликт, это конфликт, который двигает историю внутри этого государства, и, например, он может быть связан с тем, что вот есть государь и государыня, но у них нет преемника, из-за этого у них сейчас намечается серьезный конфликт, раскол там в знати, которые скоро думают о том, что нужно что-то делать королю, где-то ему нужно или кого-то усыновлять, или так далее, внутренний конфликт может быть такой. Потом дальше идем к гномам, например, да, у них может быть внутренний конфликт и внешний конфликт тоже. Внешний конфликт у них может быть за то, что человеческие цивилизации стали сильно расширяться и стали претендовать на то, чтобы начать самим добывать, скажем, полезные ископаемые, а гномам это не нравится, они хотят монополизировать полностью добычу, у них с этого У них может быть какое угодно, связанное с тем, что у них, например, два племени внутри, которые были в содружестве, а сейчас они хотят разделиться, и поэтому у них внутренние терки. Ну и так далее. То есть придумайте один внешний, один внутренний, и это уже добавит динамики. У нас с вами получается уже очень живой мир, наполненный своими взаимосвязями, куда мы не ткнем. Но исходя из этих взаимосвязей мы уже можем понять, что сейчас там может происходить. То есть если мы ткнем в цивилизацию, где у нас поля вот здесь находятся, то мы поймем, что если они в этих полях, то они недавно могут быть на бег, например, и наши приключенцы в этом участвуют. Или сейчас происходит какая-нибудь там местная революционная война за власть, ну в общем что-нибудь подобное. Так что не бойтесь экспериментировать. Карта получилась классная. Дима, спасибо тебе. Спасибо тебе, что пригласил. Вспомнили былые времена. Да, а вашими соображениями по поводу того, как еще оживить и сделать карту лучше, если у вас есть опыт в этом, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я все обязательно почитаю. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Дима, спасибо тебе, что был сегодня прекрасным гостем-художником. Всем спасибо. Заходите на канал, еще ставьте лайки. Да, с вами был Братец Ву. Живите долго и процветайте. Всем пока.